Арина не поседа. Играет весь день напролет, ходит на гимнастику, любит рисовать. Уже изучает алфавит и счет. Развивается как обычный ребенок. Сейчас по внешним признакам заболевание почти незаметно. Помогает лечение. А вот так выглядела Арина, когда родилась. Когда Арина родилась, то есть сначала, конечно, был шок. Из роддома у нас тоже. Мы только на седьмой день выписались, потому что было кесарево. Все эти семь дней у меня там пришли в слезах. Здесь сразу сказали, что это не пройдет. Врачи поставили диагноз – капиллярная мальформация. Это аномальное развитие мелких сосудов. Оно не влияет на внутренние органы, но представляет серьезный косметический изъян. Проще говоря, большие пятна на теле. У Арины поражена значительная часть шеи и половина лица. Заболевание трудно поддается лечению. Выход предложили в Московском институте челюстно-лицевой хирургии. Здесь провели процедуру селективной импульсной фототерапии – лечение светом. Сейчас у нас набор лазеров есть. Мы сейчас лазерами лечим такие вещи и довольно успешно. Вот и будет лечение лазером. Это несколько сеансов, минимум 6, максимум 10. Такую большую поверхность сразу получать нельзя, как бы. Поэтому секторами лечиться. Да, у нее эффект есть, так что можно ожидать из лечения. Однако процедуры дорогостоящие проводятся раз в месяц под наркозом. Несколько сеансов семье Арины помог оплатить РУСФОНД. И вот результат. Красное пятно начинает бледнеть. Она потихонечку, постепенно ходила. И вот сейчас она уже стала участками, такими островками. Ну, что, в принципе, дает определенную надежду на какой-то конечный результат. Родители надеются, когда малышка пойдет в школу, она не будет выделяться среди сверстников. Для этого нужно обязательно закончить начатое лечение. Его стоимость – 200 тысяч рублей. Сумма неподъемная для молодой семьи, где работает только папа. Скоропякины ждут пополнения. Читатели газеты «Коммерсант» из сайта РУСФОНД соберут 141 тысячу рублей. Недостает 59 тысяч. Помочь девочке могут костромичи. Сделать это просто. Достаточно отправить на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Другие способы оплаты можно узнать на сайте РУСФОНДА. Тем более, что сейчас вышло мобильное приложение РУСФОНДА для владельцев айфонов и устройств на платформе Android. Елена Суслова, Эдуард Еремин, Вести Кострома.